Называется, если вот по нашим методикам, это тай-чи. Тай-чи слово слышали? Видели, люди на улице стоят вечером или утром на востоке, да? Практикуют тай-чи. Мягкие, плавные движения. Что они делают? Они делают динамическую медитацию. То есть, они двигаются, но на самом деле находятся в медитации. Сейчас скажем, что это по медитации. И в медитации ум отключен. И когда ум отключен, он не контролирует работу жизненно важных органов. Он не контролирует вот эти органы. И органы начинают самооздоравливаться. Потому что босс-контроль ушел в отпуск, его нет. И почки, печень, желудок говорят, о, надо нести порядок, пока нет никого, подмету в комнате, здесь уберу. И начинается самовосстановление. То есть, проблема заключается в том, что человек не может отключить ум. Он все время о чем-то думает. У него все время что-то... А мы показываем упражнение, которое позволяет вам отключить ум. Для этого есть специальные методики. И вы можете 2-3 минуты поделать упражнение. И в это время отдохнуть, как будто бы выспались 4 часа. И оздоравливаться. Для этого есть вот такие методики. Их показать без проблем. То есть, когда в доме бегают дети, когда нужно убрать, приготовить, постирать, замужем посмотреть. Еще куча каких-то дел, еще с работы 50 миллион папок, то... Девизия, и дети, и дети, и дети, и дети, и дети. Есть много вопросов. То есть, у нас мы настолько вообще приземленные здесь все, что все высшие материи, они вообще для 99% они не существуют. Какие бы кто лекции не читал. И как бы мы, как вы говорите, существо разумное, да, как бы не воспринимали мы о том, что это надо, это необходимо. Нет, оно должно, понимаете, человек должен к этому прийти, чтобы это должно припереть. Точно так же, как мы не ходим в поликлинику, в основном большая часть людей, потому что и больные ходим на работу, ну, потому что вот такая у нас бытовая сторона нашего бытия вообще существования. Нет, не может оно быть так просто. Я воспринимаю прекрасно. С первого и с пятого раза, вот, например, я уверена, что это не получится, в любом случае. То есть, это должна, как вы говорите, практика. Либо это нужно, как вы говорите, уехать за несколько тысяч километров, чтобы воспринять, что все, я уехал, за мной закрылась дверь, и от меня теперь ничего не зависит. Вот тогда наш организм может расслабиться. Это даже касается нашего отпуска. Вот тогда мы можем оздоровиться. Например, я даже на дачу не могу поехать, в Мадминском расслабиться. Не могу. Потому что постоянные звонки, потому что заботы, заботы. Сто процентов. Первое, надо захотеть. Желание появилось, первое. Второе, нужно уединиться, прийти в зал к мастеру, который ведет методику. Он вас ведет, он показывает, что делать. Телефоны ушли, дверь закрыли, собственным ушел. Дайте мне час, и я вас перезагружу. Люди после часа занятий не забывают, где дверь. Там дверь, где дверь в окно. А, в окно. А где я? Вот состояние человека после первого занятия. Потому что такая идет перезагрузка, что у него просто отключка, где я вообще был. Это есть такие методики. Я вас просто приглашаю на такие методики, чтобы вы попробовали хотя бы раз. Пробно, что это. Пока я просто делаю водную, чтобы вы понимали, что это реально. Это реально. Алкоголика можно сделать нормальным человеком. Вчера у меня было съемки на БТ, у меня была передача, мне задали тему. Пожалуйста, дайте нам методику, как алкоголика сделать нормальную. Я показывал методику. То есть... Если алкоголик захочет опять? Да! А если он не хочет? Если он не хочет, тут причина, понимаете, какая? У него уже зависимость. У него ферменты так вырабатываются. Не важно. Мы все страдаем, можно так даже назвать, алкоголизмом. Алкоголизмом, алкоголизмом, это же зависимость. Зависимость от других каких-то факторов и причин. Да. Да. Даже от нас независимых. Абсолютно. Все правильно. Вот понималка у вас супер, отлично. Первое, для того, чтобы прийти на занятия, надо быть умным. Чтобы стать мудрым. То есть без этого никак. Глупые не приходят. Мы все сидим в аналитике, мы в любом случае. Мы же перерабатываем такой ворох информации, который... Вам не хватает отдыха. Вам не хватает перезагрузки. Да, сто процентов. Я знаю, я все еще об этом сказал. Я говорю, слушайте, давайте я преподавателям помогу. Ну, я знаю, что такое преподаватель. Сам преподаватель. Вот, парни, для нас, для многих отдых, ну, либо это перемена места и смена деятельности, либо это просто в тишине. Хотя бы поручил, чтобы никто вообще никого не слышит и не видит. Все правильно. Мы же не проактивный отдых. Потому что стадия вот нашего интеллектуального труда, она со временем перерастает в форму физическую, физиологическую. И мы уставшие не только морально, мы уставшие физически. Все правильно. Я все правильно понимаю. Я не призываю вас бегать, прыгать, скакать. Методика практически стоя на месте. Вы можете сидеть и заниматься. Вы просто не представляете, как это можно сделать, а у нас такая методика есть. Ну, да, в какой-то степени просто преподавать, вам объяснять, вы понимаете и ощущаете, выключаетесь. А, я поняла. О, получается. И когда получается, вы видите, вот, вы садами, все работает. Это я пытался просто теорию рассказать, как это все в принципе работает. Я чуть-чуть закончу. Тай-чи, это ваш социум, быт. А все, что за пределами тай-чи, мы называем вучи. Вучи. Вучи, это то, что находится везде. Вот здесь, это вот все, что мы видим, вот все, что нас окружает, космос, Вселенная, это вучи. То, что мы сейчас рутинно занимаемся, мы занимаемся тай-чи. И время, которое мы потратили на то, что сейчас беседовали, это кунг-фу. Кунг-фу, работа, время. Кунг, работа, фу, время. Мы сейчас занимаемся с вами кунг-фу. Мы тратим время на что-то. Но мы сейчас занимаемся тай-чи. Мы, как бы, вот, находимся в социуме и чем-то вот, что-то обсуждаем. Но если мы выйдем за пределы вот того, что мы сейчас находимся, и попытаемся исключить ваш ум и обратиться к сознанию, но люди не понимают, что такое «пойти к сознанию, неосознанному», то мы войдем в состояние вучи. Вучи объяснить очень сложно, это как объяснить, что такое Вселенная. И его объясняют просто примерами. Пример, смотрите. Например, два влюблена человека. И они просто вот, дня не могут прожить. Минуты. Ты где? Я тебя так люблю. А ты где? Вот состояние. А, о, а, а. Это вучи. Поженились. А мы теперь когда-то потом? Поженились. День, ночь. На работу с работы. Пришли домой. Кухня, дети. Это тай-чи. По кругу. Тай-чи где-то по кругу. Потом один из них умер. И у второго горя. А-а-а-а. Это вучи. Между вучи и тай-чи один волос. Но это грань, когда а-а-а. И каждый день. То есть они рядом стоят, но они разные. И вот задача мастера вывести вас в состояние вучи. Это можно сказать, что состояние любви. То, когда мы понимаем, что такое любовь. Но не все люди понимают, что такое любовь. Это такая тонкая материя, которую понимать практически, до нее затронуться очень сложно. Она находится на уровне ментальном. И еще глубже. Мы говорим, что любовь это знание о силе. Как стать счастливым. То есть это определенное знание, как обладать силу. В кунг-фу говорят, нанося удар, передай ему свою любовь. То есть нужно так его любить, чтобы его ударить. То есть все вот в философии, она позволяет вас приоткрыть и позволить вам успокоить ваш ум, чтобы он не прыгал и чтобы вы были спокойными. Почему у нас суета, суета, быстрее, быстрее, быстрее и ничего не успеваем. Или вы приходите на занятия, мы с вами часик посидим, помедитируем и сегодня вы все успели. Кажется невероятным, но так происходит. Вы остановились. Вы же сами говорили, что вы хотите посидеть, помолчать где-то. Остановились. Вот в это состояние, когда вы остановились и находитесь внутри себя, это вы в состоянии вучи. И потом быстренько-быстренько все сделали и все успели. Как будто бы все соединяется, все складывается. Вы на машине едите и сразу кто-то отъехал, вы заехали. Вы зашли в какую-то очередь и тут раз, вы сразу пропустили. И быстренько время сократилось, потому что вы находитесь в состоянии вучи. Это такое, ну, объяснение мое, чтобы вам было понятно, чем мы занимаемся. То есть человек, у которого он входит в состояние гармонии своей внутренней и с пространством, у него все складывается, у него все хорошо. И у него появляется поэтому радость. У него же хорошо, здоровье хорошо. Я никогда в жизни не болел. У меня все хорошо. Когда люди говорят, что делать, приходят очень, что делать. Что за паника? Ну, занимаемся гимнастикой и все у вас будет хорошо. Если вы, вот вам действительно нужно пока первое, поверить. Второе, захотеть попробовать. А моя задача на пробном занятии вам показать, что это работает, что вы получили какой-то эффект. И тогда у вас будет чуть-чуть переключение. Такое, а, ну да, я понял, как это работает. Так тут ничего сложного нету. Ничего сложного нету. Совершенно. Все очень просто. Сложно сделать первый шаг. Потому что это что-то новое и непонятное. Типа, не знаю, не ходила, не пробовала. Надо же сказать, попробуй.